На сегодняшний день российско-азербайджанские отношения находятся на очень хорошей стадии и задают вектор на развитие в будущее. Активно наращивается сотрудничество в области энергетики и безопасности, сказал российский политолог Аслан Рубаев. Сегодня мы говорим на одном языке и мы понимаем друг друга, для нас это крайне важно. Что касаемо коридора Север-Юг, мы видим заинтересованность обеих стран в его строительстве, в его развитии. И это очень хорошо, когда у стран есть общие точки соприкосновения. Сегодня между Россией и Азербайджаном этих общих точек соприкосновения увеличиваются, и это гуманитарное сотрудничество. И, конечно же, оно не может остаться просто так на бумаге. Мы должны понимать, что наши отношения нужно развивать. И Путин, и Алиев во время встречи, скажем так, назвали друг друга партнерами, друзьями и указали на то, что они готовы сотрудничать. И это здорово. Надо сказать, что с точки зрения безопасности Россия всегда будет на Южном Кавказе. Это традиционная зона влияния и зона интересов России. Вытеснить Россию с Южного Кавказа просто не представляется возможным. Мы понимаем, что сегодня без России мир и стабильность региона Южного Кавказа просто невозможна. И мы видим, что и Азербайджан, и Армения, и Турция, и даже Иран, они прислушиваются к России в вопросах конфликтов и безопасности на Южном Кавказе. Это здорово. Азербайджан превратился в мощного регионального игрока. Страна успешно развивает многовекторную политику, выстраивая хорошие отношения как с Европой, так и с Россией и с Турцией. Другое дело, что мы видим, возросла региональность, и Азербайджан стал мощной региональной державой. С его интересами Азербайджан провел блестящую многовекторную политику, и у него есть друзья в Европе, у него друг Россия, у него хорошие отношения прекрасные с Турцией. Азербайджан стал руководствовать своими национальными интересами, и национальные интересы Азербайджана привели его к тому, что он выстраивает нормальные отношения со своими соседями. Это то, что делает любое нормальное государство. То есть Азербайджан идет не на конфликт, он идет на диалог, он идет искать экономику, он идет искать развитие, он идет искать друзей. Это здорово, и он нашел этих друзей в лице России, в лице Турции, я надеюсь, в лице Ирана. И, конечно, такое положение дел не может не нравиться нашим геополитическим противникам, Соединенным Штатам Америки. Если мы возьмем, с точки зрения, рассматривать эту историю геополитики, мы видим, что Армения, будучи членом УДКБ, взяла крен на Запад. Она ищет теперь союзников в области безопасности и экономики на Западе, привлекая в регион Соединенные Штаты Америки и, может быть, даже НАТО. Это большая угроза и для Турции, и для Ирана, и для Азербайджана, и для России. Нам, естественно, следовательно, такое положение дел не нравится, и мы будем наращивать наше военное сотрудничество с Азербайджаном. И это правильная стабильность и безопасность двух стран. А что касаемо России и Азербайджана, я вижу долгие годы хорошего экономического, политического и военного сотрудничества между нашими странами. У нас общие цели, и эти общие цели понимают и Владимир Путин, и Алиев. И это здорово, и я думаю, что все будет в этом плане в порядке.